мы часто слышим что доход напрямую зависит от усилий в работе больше работаешь больше зарабатываешь но так ли это в трейдинге нет в трейдинге такой зависимости нет в торговле гораздо важнее не больше а эффективно эффективно означает с меньшими затратами но с большим результатом весь вопрос как понять что эффективно а что нет привет это адмирал с меня зовут лимбиту сегодня покажу как найти ту спасительную нить орианны которая поможет оптимизировать вашу торговлю если хотите знать больше о принципах прибыльного трейдинга не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик для оптимизации любого действия необходимо два шага сперва анализ затем исправление без этих шагов нельзя продвинуться ни в какой области а в трейдинге тем более почему потому что трейдинг это не знание о навыке как нельзя освоить вождение автомобиля только по учебнику так и нельзя научиться прибыльно торговать только по схемам и книгам действия анализ исправления это те три шага превращающие новичка в мастера сегодня сконцентрируемся на анализе а в конце встречи покажу один секретный прием который будет занимать не более 10 секунд в день но поможет улучшить вашу торговлю в разы на что нужно обращать внимание анализируя свою торговлю торгуя мы генерируем объективные и субъективные данные объективные имеющие численные значения например параметры сделки или сигнала с субъективными немного сложнее субъективное это то что требует преобразовать в числа например исполнение торговой стратегии или самочувствие во время трейдинга когда данные превращены в цифры их проще анализировать и делать выводы сегодня покажу несколько идей которые помогут оптимизировать свою торговлю часто не видим простых решений из-за того что не понимаем куда смотреть у каждого финансового инструмента фьючерса валютной пары акции есть свои особенности поэтому все методы анализа о которых расскажу используйте в разрезе конкретного инструмента так вы сможете понять что какая-то валютная пара регулярно приносит убыток а какая-то прибыль откажитесь на время от той что приносит убыток и сконцентрируйтесь на прибыльный причины убытка могут быть разными и пока не разберетесь ограничьте потери обязательно на регулярной основе фиксируйте чистую прибыль или убыток по сделке чистую то есть уже без комиссии также надо учитывать количество лот сделки может так случиться что на текущий момент ваша прибыльность зависит именно от этого параметра первоначальный риск по сделке очень важный параметр почему первоначальный риск максимальный риск по сделке дело в том что открыв сделку и выставив стоп трейдер принял решение закрыть сделку когда убыток достигнет определенного значения увеличивать риск перенося стоп грубейшая ошибка правильная работа подразумевает после входа сокращать риск всеми доступными способами если цена пошла в вашу сторону вы не имеете права получить убыток это ключевое правило прибыльного трейдинга полезно фиксировать время входа и время выхода из сделки о том как его анализировать расскажу немного позже а сейчас о том как анализировать результаты сделок то что нужно фиксировать результат торговли и подсчитывать итог ни для кого не новость я же рекомендую подсчитывать баланс за последние 30 или 50 сделок почему не меньше 30 дело в том что 30 результатов дает достоверную статистическую оценку в примере показал 10 сделок только для того чтобы не усложнять объяснение на самом деле это могло выглядеть так или например так второй параметр математическое ожидание последних сделок для этого баланс делите на количество сделок если мат ожидания меньше нуля торговля стабильно убыточна очень важный параметр размер средней убыточной сделки для этого нужно из последних 30 или 50 сделок выбрать убыточные и рассчитать их среднее арифметическое в примере я это показал на 10 сделках второй очень важный параметр величина средней прибыльной сделки для этого нужно из последних сделок выбрать прибыльный и рассчитать их среднее арифметическое эти данные нам необходимы для расчета среднего показателя прибыли к убытку как понять хорошее соотношение получилось или плохое. Здесь есть простой принцип. Если соотношение больше двух – хорошо. Меньше – уже опасно. Плохо. Если хотите стабильно торговать в плюс, необходимо жестко придерживаться соотношения больше двух. Процент прибыльных входов. Для расчета берете последние 30 или 50 сделок и считаете процент плюсовых сделок. Например, если взяли 30 сделок и из них оказалось 12 прибыльных, значит у вас 40% прибыльных входов. Чтобы не заниматься статистикой каждый день, рекомендую подводить итог раз в неделю и выводить контрольные показатели по итогу недели. Вы будете видеть скользящий итог каждый день, но принимать решение стоит только в конце недели. Так вы избежите поспешных выводов. Фиксируя время входа, можно подсчитать прибыльность каждого часа торговли. И если стабильно зарабатываете в определенное время, стоит отказаться торговать в убыточные часы. Таким образом, может получиться так, что сокращая работу, вы увеличиваете свою прибыль. Также можно оценить прибыльность точек входа в сделку. Для этого формализуете каждую точку входа и при фиксации сделок пишите, как входили. Допустим, используете три точки входа. Подсчитали, сколько прибыли за последние 30 сделок принес откат. Затем подсчитали сумму по флагу и треугольнику. Когда такие данные перед глазами придется что-то делать? Самое простое на время отказаться от убыточной точки входа. Но можно глубже изучить вопрос. Как? Просто. Добавьте к анализу параметр тренда и оцените вход по тренду и против тренда. Уже интереснее получается. Здесь можно использовать любой интересный для вас критерий. Этот метод называется сплит-тестирование по двум критериям. Какие это могут быть критерии? Например, критерий А. Это одна валютная пара. Б. Другая. Еще? Хорошо. Критерий А. Азиатская торговая сессия. Б. Американская. Идею я объяснил. Думаю, развить ее сможете уже сами. Главное, это просто и наглядно. Причем метод можно использовать не только для оценки точек входа. Кстати, эта идея прекрасно подойдет для субъективного анализа, о котором сейчас поговорим. Первое, что можно оценить, как исполняете торговую стратегию. Трейдинг напрямую зависит от вашей работоспособности, поэтому оценивать ее во время торговли полезно. Если думаете, что во время торговли можно отвлекаться, ошибаетесь. На самом деле трейдинг требует серьезной концентрации внимания. Это как шахматы. Не зная правил игры, можно решить, что безумие часами смотреть на доску. А понимая, догадаетесь, почему можно смотреть так долго на доску. У меня есть видео, где я рассказываю о том, как справляться с психологическими ловушками. Три причины, приводящие к убытку большинству трейдеров. Ссылка на ролик будет, как обычно, в описании. Вы можете быть мастером теханализа и виртуозом дисциплины, но не выспавшись будете хуже новичка. Многие не поверят, поэтому попробуйте сами фиксировать, выспавшись подошли к работе или нет, и поймете, что после бессонной ночи торговать нельзя. Для субъективного анализа нужно иметь результаты торговли не менее, чем за последние 30 дней. Сейчас покажу вариант объективного анализа по дням, после чего углубимся в субъективный. Подсчитываем баланс последних 30 дней. Потом рассчитаем математическое ожидание работы. Здесь все те же правила, что и при оценке сделок. Считайте средний убыточный день за последние 30 дней. Рассчитывайте средний прибыльный день. Вы уже догадались, нам нужно рассчитать среднюю прибыль к риску за последние 30 дней. Чем больше это отношение, тем лучше. И последнее, посчитаем количество прибыльных дней и оценим в процентах сколько их. Такой анализ можно делать еженедельно, но лучше по итогу месяца. Вот теперь перейдем непосредственно к субъективным данным. Например, можно оценивать, как исполняли торговую стратегию. Здесь для простоты я использовал схему. Хорошо-плохо, но даже она позволит увидеть, где нужно подкрутить. Более сложный момент, если делите стратегию на элементы и оцениваете уже каждый элемент, после чего даете совокупную оценку в баллах. У меня снят ролик о том, как разработать такую торговую стратегию. Называется «Как создать торговую стратегию с нуля». Ссылка на него будет, как обычно, в описании. Очень интересно посмотреть на свой трейдинг в разрезе «Самочувствие». Будете удивлены, как общий тонус влияет на кривую прибыльности торговли. Важно различать концентрацию внимания и общий тонус. Понятия пересекаются, но не идентичны. Если вы не знаете, куда смотреть, то и внимание будет ноль. Но если знаете, куда смотреть, а тонус на нуле, смотреть будете тоже в полглаза. По мнению доктора психологии Ари Киева, тренировавшего спортсменов и трейдеров, без концентрации успешным трейдером не стать. Сон – один из важнейших показателей вашей эффективности в торговле. Благодаря современным технологиям можно без серьезных затрат отслеживать свою активность. От простой программы на смартфоне до специальных гаджетов с датчиками, фиксирующих ваш сон. Вы удивитесь, насколько прибыльность вашей торговли напрямую зависит от того, выспались ли вы накануне или нет. Может показаться, что проблема бессонной ночи. Но на самом деле даже небольшой, но хронический недосып будет приводить к убыткам. Потому что будете беззащитны перед сиренами соблазнов и стрессов. Сейчас небольшое напоминание о рисках, после чего расскажу вам, как и обещал, секретный прием. Подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Этим приемом пользуюсь уже больше десяти лет. Он очень прост, но эффективен. В чем его суть? У вас есть форма, в которой 100 клеток. Каждая клетка – это один торговый день. В конце торгового дня отвечаете на один вопрос. Довольны своей работой или нет? Если довольны – клетку заштриховываете, нет? Ставите крест. Кто хочет, может использовать мою форму, она уже проверена временем. Я ее выложу на стене в своей группе ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Вместе с этим роликом и презентацией. Для того, чтобы скачать, вам не нужно будет регистрироваться ВКонтакте. Когда закончатся 100 дней, можно оценить общий уровень удовлетворения от работы. Если заштриховали более 70 дней, значит все в пределах нормы. Если заштриховано меньше 30 дней – проблема. Впрочем, если заштриховали все 100 дней – тоже не самый хороший вариант. Если понравился ролик – ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, как ведете дневник торговли и анализируете ли его. Подписывайтесь на YouTube-канал «Адмирал» и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо и до новых встреч!